привет друзья спасибо что смотрите несмотря на то что youtube пессимизирует мой канал правда нравится не всем некоторые авторы уже даже запикивают фамилию президента украины чтобы youtube их не банил о нем сегодня либо хорошо либо никак но я продолжу говорить то что хочу верите ли вы в то что у каждого своя миссия своя задача и свое призвание миссию некоторых иногда можно понять только спустя какое-то время простого парня из кривого рога сегодня знает весь мир но только время покажет кем он стал для украины еще одного простого парня чей отец родился в ровенской области знали во всем снг кто-то смеялся кто-то уважал кто-то ненавидел в 90-х владимир жириновский говорил что нато будет расширяться на восток и это приведет к войне 2019 он спрогнозировал что зеленский станет президентом войну украины и россии предсказал вплоть до часов за год до ее начала 4 часа утра 22 февраля я бы хотел чтобы 22 год был бы годом мирным но я люблю правду 75 лет говорю правду это будет год не мирный в украине жириновского воспринимали как экстравагантного эпатажного политика с ним сравнивали ляшко как вышло что казалось бы сумасшедшие прогнозы с самого яркого политика постсоветского пространства воплотились жизнь а в отличие от прогнозов оптимистов которые уверяли что никакой войны не будет сегодня мы вместе с тем как никогда близки к перспективе ядерной войны правда волнует климата такой степени вот на мой взгляд это не что сравнение с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов что такого знал жириновский что позволило ему так точно заглянуть в будущее следующий президент у вас будет мусульманин и негром ваш будущий президент это негр мусульманин и главное какова вероятность что еще не сбывшиеся послания вольфовича тоже станут явью когда мы увидим что они вторглись в нашу страну по всем направлениям и двигаются к москве тогда мы уничтожаем америка об этом сегодня в выпуске поехали жириновский родился в казахстане отца отправили в трудовые лагеря алматы во время второй мировой тогда он и познакомился с матерью будущего политика но жириновский так и не почувствовал теплой отцовской руки отца депортировали в польшу мать смогла дать достойное образование упорство отличало жириновского всю жизнь его даже во время практики в турции в шестьдесят девятом арестовали а потом выслали из страны за коммунистическую пропаганду якобы раздавал значки подрывные с изображением ленина его карьера была стремительной спустя три года после появления на политической арене он уже в девяносто первом баллотировался в президенты например в том же девяносто первом он был против любого деления россии по национальному признаку должен быть регион регионы пожалуйста области губернии как хотите департаменты штаты но национальное деление провоцирует гражданскую войну за год до этого ельцин произнес известное берите столько суверенитета сколько сможете проглотить некоторые руководители автономии политические оппоненты тогда обвинили бориса николаевича в попытке развалить россию о чем позже говорил и жириновский ведь неосторожно брошенное слово привело к началу неизбежных процессов при самоопределении началось и деление по национальному признаку а дальше последовало две чеченских кампании жириновский всегда знал что ждет россию через два три года или восемь лет неизбежным называл жириновский и усиление партнерства россии с ближним востоком и усиление связи с китаем у нас китаем будут хорошие экономические отношения никогда китай ни на кого не будет нападать заказы для впк контроль над наркотрафиком террористами и также нефтью если вы думали что ближний восток и даже косово с кавказом сами по себе стали пороховыми бочками ошибаетесь жириновский утверждал что все точки напряженности создают специально и первая причина экономическая выгода вторая решение своих геополитических интересов надо хорошо знать историю мы талибов признали террористической организации не по своей воле как захотелось америки ибо америка считала что талибы устроили теракт 11 сентября но америка забыла что она создала талибов она для борьбы с советской армией а советская армия ушла талибы остались и теперь приходится их признавать как правительство афганистана а интерес эта борьба за энергетический рынок и стабильность доллара которая по мнению жириновского обеспечивалась искусственно и о процессе сокращения роли доллара во многих странах жириновский предупреждал еще 20 лет назад нас поддержит весь мир мусульманский арабский иран афганистан афганистан же вышел из-под контроля если афганистан вышел из-под контроля этой жалкой страны этого грязного доллара то россия тем более выйдет с 90-х жириновский говорил что война в украине это вопросы времени давление на ирак кольчужный скандал незаконный третий тур и выборы ющенко выстраивание политики разделения страны на правильных и юго-восток то есть неправильных он анализировал он видел как и чем обернуться поступки кучма ющенко януковича и порошенко и он знал что кровь майдана смоет еще большая кровь за которой последует целое море возникнет вооруженный конфликт заработают пушки снаряды автоматы взрывы мины и другое оружие ведь погибнут тысячи на той стороне украины все страшные события которые сегодня происходят жириновский проговаривал много раз но его слова не воспринимали всерьез а те кто не мог просчитать последствия своих действий хоть на один шаг вперед называли его сумасшедшим украина не может выбирать какой-то путь только из-за того что бояться таких сумасшедших людей поймите а на деле раз за разом именно он оказывался прав вас никогда не примут евросоюз не живем приятно стоять в передней и ждать когда вам скажут пошли вон как турция не сказали 50 лет турция ждала вступление евросоюз с 1998 года жириновский постоянно говорил об опасности сближения украины и нато и о возможной войне из-за этого никто украину никуда не примет не в нато не в европейской ассоции никуда до тех пор пока украине не будут урегулированы пограничный вопрос все же сегодня украине делается это прозападные силы они все делали того чтобы помешать украине оставаться частью нашего содружества напрямую с россии они не пойдут но будут прижимать через украину через белоруссию война будет на территории украины закрыть но все воспринимали это как популистские оголтелые лозунги а речь шла банально о причина следственных связях еще задолго до конфликта в крыму и на донбассе он вполне конкретно давал понять россия эти территории не уступит будет война если кто-то попытается украину втянуть в нато и население выступит против а над ними будут издеваться если кто-то будет бомбить луганск донецк мы защитим эти города про флот забудьте флот русский никогда из севастополя не уйдет и никто к нему не прикоснется если граждане крыма попросят помощи от россии если будут физически уничтожать естественно россия обязана будет защитить свои граждан так и случилось события в крыму вольфович предсказал еще в 2008 сейчас будем возвращать рычаги реальные есть и постепенно постепенно все вернется и крым и севастополь потом удивительное предсказание фактически за месяц до сбитого боинга на донбассе на котором находилось почти 300 человек они собьют самолет какой-нибудь пассажирский и все прекратят летать самолетами жириновский чувствовал тренды он четко предсказал победу зеленского это каким он будет президентом в украине жириновского воспринимали как шовиниста который ненавидит украинцев но он сам был отчасти украинцам отец как я уже говорила родился в ровенской области и он не стеснялся об говорить все это все как бы западная украина семья проживал город он называл канатополь всю свою политическую жизнь владимир жириновский делал одно удивлял и во прошествии лет и десятков предсказаний которые стали реальностью у меня вопрос а что если остальные его предсказания тоже начнут сбываться а а потом восстанавливать разрушенную европу вот почему бомбят донбасс каждый день чтобы все было разрушено вся украина и еще южная европа все будет в развалинах а германия будет восстанавливать все какова вероятность подобных событий скоро будут брошены сухопутные войска везде ядерное оружие будет на последнем этапе когда мы увидим что они вторглись в нашу страну по всем направлением и двигаются к москве тогда мы уничтожаем америка в каких границах будут существовать страны деньги зарабатывала америка крах который приближается не завтра лет через 15 она распадется что будет с украиной это выборы последние были в двадцать четвертом году выборов вас не будет не будет страны под названием украина и каким в таком случае станет мир через 30 лет в свете последних событий такие перспективы выглядят не так уж смешно и нелепо жириновского часто и понапрасну воспринимали как клоуна эпатажного говору на но дело в том что это в украине можно жрать землю за трибуной рады или приводить корову под парламент и целоваться с ней рассказывать все что угодно и не отвечать за свои слова а жизнь показала тот над кем смеялись был прав просто потому что умел анализировать войну в украине многие воспринимали как черного лебедя но для тех кто интересовался геополитикой и умел сложить два плюс два она такой не было четыре часа утра 22 февраля однажды зеленский сказал что сделает все наступные 5 руки я срублю все украинцы чтобы вы не плакали ни одно из его обещаний не выполнено но он продолжает оставаться народным героем по делам их узнаете кто они лучше быть настоящим политиком под маской актера я не хочу из одного чайника из одной чашки играть роль балагура но по факту зрить в корень чем быть актером по сути но играть политика как-то человек который хорошо и давно знаком зеленским рассказал мне от скольких людей из близкого окружения зеленский отказался я спросила кто же остался ответ был таким те кто больше всего льстят и лгут потому что главное для владимира александровича нравится это чаще всего не про правду жириновский не хотел нравиться хотел эпатировать да но как показало время то что воспринимали как эпатаж оказалось просто логикой хоть и экспрессивно поданной вот за это нас и любят именно за это в этом выпуске я не хотела превозносить владимира жириновского всего лишь показать вам что за слова нужно отвечать и жириновский это понимал ночью наши ученые чуть-чуть изменит гравитационное поле земли и твоя страна будет под водой двадцать четыре часа и вся страна твоя будет под водой атлантического тихого океана ты с кем шутишь ты подумай возможно мы друзья спасибо что смотрите напоминаю подписывайтесь на мой канал и на телеграм-канал панченко рекомендуйте это видео своим друзьям а если хотите поддержать меня и мою команду ссылка в описании под этим видео видео мира вам пока